Глава 10. Корида. Мне представлялось, что Корида – занятие незамысловатое, варварское и жестокое, и что от него я буду не в восторге. Но, по крайней мере, увижу нечто недвусмысленное, активное, нечто, дающее ощущение жизни и смерти, ради которого я так старался. Недвусмысленно активное я обнаружил, однако бой быков был настолько далек от незатейливости и настолько мне понравился, что превзошел своей сложностью мои тогдашние способности к сочинительству. «Эрнест Хемингуэй. Смерть после полудня». Мы с вами уже затрагивали тему Кориды и ее связи с испанским фехтованием в этой книге. Но в данной главе я бы хотел более детально поговорить на эту тему, используя в качестве иллюстрации и примеров уже известный вам труд Эрнеста Хемингуэя, труд, описывающий Кориду, как некую ритуальную, религиозную форму убийства быка на арене. Подчеркну, значительное число людей воспринимают Кориду как зрелище, как некое специфическое жестокое для восприятия развлечение. Вот что об этом пишет Хемингуэй. «Скорее всего, первый в жизни человека бой быков окажется неудачен с артистической точки зрения. Раз уж замечательным должны быть и матадоры, и быки, сочетание матадора артиста и плохого быка не дает интересного боя, так как матадор, умеющий произвести самое яркое впечатление, не станет проделывать виртуозные вещи с быком, который не атакует в лоб. Вот и получается, что если бык неудачен, если в нем видна лишь свирепость, а не великолепие, то на него нельзя положиться. Он сдержан или непредсказуем. Лучше, когда с подобными быками имеют дело многоопытные, бесхитростные и отлично знающие свое ремесло матадоры, но никак не артисты. Такие матадоры и с трудным животным дадут зрелище надлежащее, а раз от быка исходит большая опасность, для преодоления которой требуется дополнительное мастерство и смелость, чтобы достойно подготовить быка и убить его, такой бой интересен даже полнейшему новичку. Зато если умелый, отважный и сведущий матадор столкнется с настоящим Торо Браво, то есть храбрым боевым быком, который нападает в лоб, откликается на все подразнивания и вызовы, лишь раз задоривается от боли и обладает тем техническим качеством боевого порыва, кое испанцы именуют словом «благородство», тогда как матадор всего лишь храбр и бесхитростен, не владеет волшебством гибкого запястья и зрением художника, которые в сочетании с истинно боевым быком и породили скульптурную пластику современной кориды, то этот матадор садится в лужу. Он обеспечивает пустое, честное, но ничем не примечательное зрелище. Конец цитаты. И действительно, в наши дни корида носит исключительно развлекательный характер, но так было не всегда. Корида была своего рода экзаменом для рыцаря, проверкой его готовности к настоящему бою на войне. Представьте себе сельскохозяйственные угодья, в которых проживают будущие и уже состоявшиеся рыцари. В этих же угодьях выращивали необходимых для боев быков. Некоторых из них продавали, других ели. Но в первую очередь их держали для поединков с людьми. Так корида не проходила условно по субботам-воскресеньям и организовывали по необходимости, когда нужно было проверить уровень подготовки и подтянуть навыки рыцаря. Есть загон и арена, есть шпага и кинжал, а также рогатый бык, убить которого необходимо определенным способом. К примеру, если вы представите себе поединок Тореро с быком на арене, то ведение быка без оружия, с муллетой или плащом прекрасно тренирует неуязвимость в бою. Ведь корида не начинается с того, что человек выставляет шпагу навстречу быку и сразу пытается его убить. Все начинается с тренировки. И важно отметить, что бык также тренируется во время кориды с огромной скоростью. Вот что об этом писал Хемингуэй. Если бы быкам позволяли набираться опыта, как это делают Тореро, если бы быков, продержавшихся 15-ти минутку на арене, не убивали потом за кулисами, а напротив вновь выпускали в бой, то они перемололи бы всех матадоров до единого. Корида на том и основана, что это первая встреча дикого животного и пешего человека. Вот фундаментальная предпосылка современного боя быков. А именно, бык впервые попадает на арену. Во дни он разрешалось неоднократно использовать одного и того же быка, и в результате столько положили народу, что 20 ноября 1567 года Пий V издал папскую буллу, отлучившую от церкви любого властителя, который допускает в своих землях кориду и запрещавшую хоронить по христианскому обычаю тех, кто погиб на арене. Впрочем, несмотря на эдикт, корида в Испании продолжалась, и церковь в конечном итоге смирилась с этим обычаем. При условии, что бык появится на арене один единственный раз. Конец цитаты. Исходя из этого, человек в тренировочном варианте мог специально вытягивать время поединка для того, чтобы бык стал свирепей, храбрее, сильнее, умнее, изворотливее. Так одолеть его становилось значительно сложнее, на что требовалось больше навыков и умений. Опасно ли это? Безусловно. Это смертельно опасно. Но ведь и в реальном поединке на войне никто любезничать не станет. Там противник также намерен убить поскорее своего врага. Однако, кроме условий, приближенных к реальным с точки зрения опасности, мы могли бы сказать, что техника Тореро во время кориды максимально точно соответствует технике испанского фехтования. Как и в фехтовании, в кориде задействована работа ног и корпуса, скорость и точность движений. А также один из важнейших аспектов фехтования – правильное использование силового компонента. Что касается собственной силы, об этом довольно емко выразился один из опытных Тореро в книге Хемингуэя. Цитата. «Однажды у 50-летнего Эль Галла, Рафаэля Гомеса, старшего брата Хосе Гомеса по прозвищу Галлита, то есть Петушок, последнего представителя знаменитой цыганской династии Матадоров, поинтересовались, какими упражнениями он ухитряется поддерживать силу для такого ремесла». «Сила?» – переспросил Эль Галла. «На кой черт она мне нужна? Бык с полтонны весом. Прикажете упражняться, чтобы мериться с ним силенками? Если быку нужна сила, пусть он и тренируется». Конец цитаты. В этом и состоит главная тактика не только кориды, но и испанского фехтования. Вести бой так, чтобы вам не пришлось встречаться с силой противника. Бить в беспомощного быка. Последний решающий выпад всегда производится в ослабленного противника. Также и быка сначала необходимо измотать, сделать уязвимым и только потом заколоть. Для тех, кто еще не готов выйти на поединок с быком один на один, но хотел бы испытать себя с физической или психологической точки зрения, в Испании издавна поддерживался национальный обычай, состоящий в убегании от специально выпущенных из загона быков. Однако и в этом случае человек мог встретиться с определенными рисками для здоровья и жизни. Хемингуэй об этом пишет следующее. Цитата. Если на площади большая толпа, бык выбирает одного человека и гоняется за ним, пока не подбросит в воздух. И неважно, на какие финты, уклонения или уловки пускается при этом облюбованная жертва. Если кончики рогов затуплены, то довольно забавно наблюдать за такими догонялками и подбрасываниями. С силком к быку никого не затаскивают. Хотя, разумеется, те, кому не очень туда хочется, идут лишь для того, чтобы показать свою храбрость. Вышедшие на площадь переживают крайние возбуждения. Это один из критериев подлинно любительского спорта. Игрок должен получать эмоции больше, чем зритель. И малейшее свидетельство невозмутимости или самообладания немедленно вызывают аплодисменты. Но когда рога остры, от такого зрелища становится не по себе. Мужчины и мальчишки пробуют имитировать работу с плащом, пользуясь мешковиной, рубашками и старыми плащами точно так же, как и в случае затупленных рогов. Единственное отличие – это то, что с рогов они наверняка слетят с такими ранами, которые будут не по зубам местному хирургу. Один из буков-фаворитов на валенсийских копеях погубил за пять лет 16 мужчин и мальчишек, а изранил свыше шестидесятков. Участниками копей порой становятся начинающие профессионалы, желающие набраться опыта за бесплатно. Но в основном это любители, кого влечет чисто спортивный азарт, возбуждение, ну и ретроспективное удовольствие. Приятно будет вспоминать собственное презрение к смерти, продемонстрированное знойным деньком на площади родного города. Многие участвуют из гордыни, в надежде обрести храбрость. Иные выясняют, что храбрости в них не на грош, но они хотя бы там побывали. Проку им от этого никакого, если не считать внутреннего удовлетворения. Мол, я был на арене с быком. Такая вещь навсегда врезается в память. Странное чувство – видеть, как на тебя несется разъяренное животное, вполне осознанно стремящееся тебя прикончить. Чудовище не сводит с тебя глаз, и с каждым мигом все ближе становится тот опущенный рог, на который оно хочет тебя насадить. Эмоции при этом возникают весьма острые. Всегда отыщутся те, кто примет участие в копеи с гордости, дабы вспомнить потом свои попытки опробовать тот или иной прием кориды с настоящим быком, хотя в тот миг удовольствия было мало. Конец цитаты. В этом случае, как видите, люди в первую очередь хотят проверить себя, пощекотать свои нервы. Это к испанскому фехтованию едва ли имеет прямое отношение. Я же смотрю на кориду исключительно как на источник информации о фехтовании. Что и вам рекомендую делать. Если изучать этот бой с быком глазами фехтовальщика, то вы действительно многому сможете научиться. К примеру, как справляться с противником за более короткий или длинный промежуток времени. Ведь самый простой способ убить противника – это нанести правильный решающий удар в самом начале поединка, когда он о вас практически ничего не знает. Именно поэтому быков никогда не выводили на арену для проведения кориды более одного раза. Чем дольше вы оттягиваете конец поединка, тем больше противник постепенно к вам привыкает. Привыкает к вашей технике, скорости и движениям. В результате может так вас контратаковать и травмировать, что будете не в состоянии продолжать бой. Соответственно, понимание того, в какой момент необходимо заканчивать поединок – это крайне важный аспект в фехтовании. Если в тренировочном варианте специально вытягивать поединок, то такой опыт учит фехтовальщика биться как бы с несколькими противниками единовременно. Причина в том, что и вы, и ваш противник будете больше узнавать друг друга, а значит, техника будет постепенно меняться и перестраиваться. Во время кориды бык узнает о человеке все необходимое очень и очень быстро. Настолько быстро, что у Торера в буквальном смысле слова каждая минута на счету. А вот для того, чтобы изучить определенные особенности быка, кроме его безусловной свирепости и силы, Торера необходимо получить дополнительную информацию. Хемингуэй описывает, как это происходит уже на арене в начале боя. Цитата. Когда выходит бык, один из бандерельера пробегает перед ним, зигзагом волоча за собой плащ. Тогда бык сворачивает следом, пытаясь рогом поддеть ткань. Так вот, Торера всегда с этого начинает, чтобы узнать, какой рог ведущий, то есть боевой. Матадор из-за кабинки следит за поведением быка, подмечая, в равной ли мере тот охотится за плащом обеими рогами. Это позволяет понять, видит ли бык одинаково хорошо правым и левым глазом и каким именно рогом предпочитает поддевать цель. При этом становится ясно, атакует ли он остро по прямой или склонен срезать углы. Мужчина, который после пробных пробежек быка вышел вперед и развернув плащ обеими руками перед носом животного, замирает на месте, как вкопанный, принимая на себя атаку, медленно ведет плащ, чуть ли не на кончиках рогов, да так, что те проносятся совсем близко от его тела, словно бык подчиняется движению матерчатых складок, повторяет это вновь и вновь, когда животное разворачивается и опять атакует. Пять раз общим счетом. И вдруг завершает поворотом, на миг подставив под удар спину со взмахом плаща, который будто припечатывает быка к месту. Так вот, этот мужчина и есть Матадор. А каждый выполненный им пас называется Вероника, причем самый последний, останавливающий, именуется Медиа Вероника. Эти пасы были созданы с той целью, чтобы Матадор смог продемонстрировать свое мастерство, искусство владения плащом, степень превосходства над быком и способность останавливать его в строго конкретном месте перед тем, как на арене появятся лошади. При атаке бычка все подмечают его стиль. С дальнего ли расстояния? Не роет ли сначала землю копытом? Не издает ли рев? Насколько сильно выбрасывает задние ноги, набирая полный ход? Продолжает ли напирать, когда сталь впивается ему в мышцы? Прогибается или выгибается в пояснице, подрабатывая ногами? А может, он склонен выносить передние ноги далеко перед собой и всего лишь бодается, отмахиваясь головой от пики? Или, скажем, при уколе, сразу разворачивается и прекращает атаку? Быки сильно отличаются друг от друга в манере использования рогов. Некоторых именуют убийцами, потому что во время атаки напикадоров удар наносят лишь тогда, когда уверены в дистанции. А уж оказываясь близко, вонзят свой рог в уязвимое место лошади с такой же точностью и неизбежностью, что и кинжал. Как правило, таким быкам уже доводилось на пастбище набрасываться на пастуха или даже убивать лошадь, и они помнят, как это было проделано. Они не делают длинный разбег, не пытаются опрокинуть лошадь со всадником, а хотят лишь каким-то образом подобраться к пикадору, частенько отбивая его пику движением рога, чтобы потом нанести удар. Количество убитых лошадей не служит подлинным показателем храбрости или силы быка, потому что хотя бык-убийца действительно убивает лошадь, более храбрый, более сильный бык может всего лишь опрокинуть ее вместе с пикадором и в запале вообще не будет целиться рогом. Бык-розок, пустивший кровь человеку, практически наверняка сумеет проделать это вновь. Большинство из погибших на арене матадоров уже летали прежде в воздухе по милости того же быка. Конечно, неоднократное ранение в течение одного боя можно объяснить тем, что после первого подкидывания человек уже ошеломлен, утратил подвижность или глазомер. Но верно и то, что бык, сумевший отыскать человека за приманкой или после получения уколов бандерильями, повторит успешный процесс. Скажем, он может боднуть вбок, пробегая мимо человека вслед за плащом или мулетой, или вдруг резко затормозит на полном ходу, или повернет прочь от ткани в сторону человека. Неважно, каким бы ни было то действие, благодаря которому он добрался до человека в первый раз. Он его повторит. Более того, существуют породы, обладающие особо развитой способностью мгновенно ориентироваться на арене. Таких быков надо убивать как можно раньше, ибо они учатся куда быстрее, нежели предусмотрено темпом обычного боя, с каждой секундой усложняя работу. Конец цитаты. Также для Кориды одним из ключевых аспектов всегда являлся вид быка, его качество и состояние. Боевой бык Торо Браво, которого специально выводили для Кориды, был настоящей машиной убийцы, отчего сам бой в значительной мере опаснее для Тореро, но и зрелищнее. Цитата. Боевой бык против быка домашнего все равно, что волк против собаки. Домашний бык может иметь вспыльчивый, коварный нрав, да и собаки встречаются злые и опасные, но домашнему быку также далеко до подвижности, качеством мышц, сухожилий и в целом до телосложения боевого быка, как дворняжки да волка с его силой, хитростью и широченным прикусом. Быки, что используются на арене, не одомашненные животные. Их вывели из породы, которая является прямой наследницей диких туров, некогда населявших весь полуостров, а выращивают быков на ранчо площадью в тысячи акров, где они свободно пасутся, как самые настоящие неприручные животные. На этих фермах специально следят, чтобы экземпляры, которым предстоит появиться на арене, как можно реже сталкивались с человеком. Для боевого быка характерны толстая и чрезвычайно прочная шкура с лоснящимся ворсом. Небольшая, но широколобая голова, крепкий развернутый вперед рога, короткая толстая шея с мощным мускульным пластом, который вздыбливается, когда бык разозлен. Широкие плечи, очень маленькие копыта, длинный и тонкий хвост. Самки не столь мощно сложены, голова у них поменьше, рога тоньше и короче, шея длиннее, подгрудок развит менее выражена, грудь поуже, а вымя не то, что не бросается в глаза, оно просто незаметно. Мне нередко доводилось видеть этих телок на любительских боях, в памплоне, где они швыряли людей, как кукол, а заезжие иностранцы в один голос называли их бычками, поскольку у них не видно характерных для самок признаков. Именно в самке боевого быка ярче всего проявляется разница между диким и домашним животным. Когда речь заходит о кориде, часто слышится утверждение, что самки куда более опасны во время атаки, потому как, дескать, самцы при этом закрывают глаза, а самки держат их открытыми. Уж не знаю, от кого это повелось, но правды тут нет ни на грош. Самки, которых используют в любительских боях, практически всегда охотятся за человеком, а не за тканью, срезают углы в его сторону, а не носятся по прямой, и склонны выбирать себе конкретную цель, будь то мужчина или мальчишка, и гонять его среди полусотенной толпы. Однако это они делают вовсе не потому, что превосходят самцов своим умом вследствие своей женской природы. Нет, это от того, что молодые тореры отрабатывают свою технику работы с плащом и мулетой как раз на телочках, поскольку тех никогда не выпустят на настоящий бой. К тому же, никакой закон не запрещает самкам набираться опыта во всех фазах кориды. Неважно, бычок это или телочка, после нескольких сеансов знакомства с плащом или мулетой животное все усваивает, запоминает, и если речь идет о самце, теряет пригодность для боя, где все строится из расчета, что бык впервые встречается с пешим человеком. Когда бык не знаком с плащом или мулетой и атакует в лоб, человек сам формирует уровень опасности, работая насколько возможно близко к быку. Он получает шанс испробовать различные пассы, самостоятельно выбирая их для создания эмоциональной связки, а вовсе не исключительно для самозащиты. Если бык уже бывал в бою, он будет упорно срезать углы в сторону человека, бодать ткань, намеренно целясь стоящего за ней Торера. А что касается опасности, то теперь создавать ее будет уже бык, вынуждая человека непрерывно отступать, обороняться, смазывая тем самым четкость исполнения пассов, и делая зрелищный бой невозможным. Конец цитаты. Еще цитата. Боевой бык не боится никого и ничего. По-моему, не найти более зрелищного животного, что в схватке, что в покое. В беге с места боевой бык опережает лошадь на 25 яртах, хотя на 50 лошадь его уже обгонит. Бык умеет менять направление почти как кошка, во всяком случае намного быстрее, чем это делают пони для игры в поло, и к 4 годам накапливает такую силющую в шейных мускулах, что способен зашвырнуть коня вместе со всадником себе за спину. В старое время быки были по большей части крупнее, нежели сейчас, свирепее, хитрее, тяжелее и старше. Теперь их в угоду матадорам специально выводят поменьше размерами, да и на бой отправляют в возрасте от 3,5 до 4,5 лет, а не от 4,5 до 5, как раньше. Прежде чем стать лицензированным матадором, Тореро в течение 6, а то и 12 лет набирались опыта в качестве бендерильера и навильера. То были зрелые мужчины, знавшие быков от и до, видавшие такие экземпляры, чья физическая сила, мощь, умение пользоваться рогами, свои нравия и опасность в целом были на пике. Весь бой подводил к одной единственной точке кульминации – конечному удару шпаги, подлинной стычке человека и зверя, той вещи, которую испанцы именуют «момент истины», и каждое движение на арене служило для подготовки быка к убийству. С такими быками не было нужды искусственно нагнетать градус эмоций, орудуя плащом так, чтобы животное пронеслось как можно ближе. Плащ применялся для изматывания быка и для защиты пикадоров, а пассы, если судить с нынешних позиций, вызывали эмоции в силу размера, веса и свирепости животного, той опасности, которой подвергался Матадор, а вовсе не формой или замедленностью их исполнения. Конец цитаты. Цитата новая. О храбрости быка можно судить лишь по его поведению под уколами пик. Именно она лежит в основании всей испанской кориды. Храбрость настоящего Тора Браво – это нечто неземное и невероятное. Тут не просто свирепость, злоба и замешанная на панике смелость загнанного в угол животного. Боевой бык – зверь именно что боевой. И там, где воинственная жилка, дикая природа сохранена, а вся трусость искоренена, такой бык вне боя зачастую ведет себя как самое тихое и миролюбивое животное на свете. Лучшие бои получаются отнюдь не самыми своенравными быками. Первейшие боевые быки обладают качеством, которое испанцы именуют словом «благородство». Оно-то и есть самое удивительное. Бык – дикое существо. Находит наивысшее удовольствие в сражении. Принимает бой по любому поводу и без повода. И тем не менее лучшие боевые быки частенько узнают и признают майораля, то есть пастуха, который отвечал за них на ранче, и который сопровождает их до арены, порой даже позволяя себя похлопать и погладить. Я видел быка, который на скотном дворе разрешал майоралю погладить нос, мало того, дал тому усесться себе на спину, словно был конем. На арену он выскочил без каких-либо понуканий, раз за разом атаковал пикадоров, прикончил пять лошадей, приложил все силы, чтобы расправиться с бандерильеро и матадором, вел себя безжалостно, как кобра, и храбро, как львица в запале. Конец цитаты. В начале главы я упомянул о том, что корида – не просто убийство быка, а некий ритуальный обряд с массой правил и ограничений. Быка необходимо убить в конкретный момент, не раньше и не позже. И главное – убить определенным способом, а не как хочется. Хемингуэй на примере одного из боев довольно подробно описывает этот процесс. Речь идет о Тореро по имени Маэйра. Цитата. Его беспокоили запястья, как раз та часть тела, которая чрезвычайно важна для Тореро. Как у хорошего стрелка, указательный палец приучен едва заметно менять нажим на спусковой крючок, приближаясь к моменту выстрела. Точно так же и Тореро своими запястьями добивается утонченности в искусстве работы с плащом и мулетой. Вся пластика мулеты сосредоточена в запястьях. Именно хлестким запястьем вонзают бандерильи, и запястьем, только на сей раз жестким, Матадор убивает, сжимая в ладони налитый свинцом и обтянутый замши эфес своей шпаги. Однажды Мээра наносил завершающий удар в загривок атакующего быка, весь подавшись плечом вперед вслед за шпагой, которая пришлась острием в хребет между лопатками. От сильного нажима под неудачным углом, да еще в движении, шпага на миг согнулась и взметнулась в воздух, как пружина, выворачивая лучезапясный сустав. Мээра поднял шпагу левой рукой, отнес ее к Баррере, ряды на трибуне, затем извлек новую шпагу из кожаного чехла, который подал ему ассистент. «О запястье?» — спросил тот. «Да пошло оно!» — ответил Мээра. Он направился к быку, окоротил его двумя пасами, проведя тканью перед мокрым носом, и тут же ее отдернув, отчего бык двинулся вслед за мулетой и, наконец, принял нужную позицию. С мулетой в левой руке и шпагой в правой Мээра встал быком, обрисовался и нанес удар. Вновь угодил в кость, вновь напряг силы, вновь спружинила шпага. Только на этот раз он не пошел за новой. Подобрал оружие правой рукой, и я увидел, что его лицо стало мокрым от боли. Красным полотнищем загнал быка в позицию, взглянул вдоль клинка, ударил. Ударил так, словно хотел пробить каменную стену, весом, ростом и всем, что в нем было. Навалился на шпагу, и та попала в кость. Согнулась не очень сильно, потому что на этот раз его запястье дрогнуло, спружинило и вывалилось из руки. Он потянулся за шпагой, но запястье отказывалось работать, и клинок вновь выпал. Майера вскинул правую руку, ударил запястьем по сомкнутому левому кулаку, затем поднял шпагу левой рукой, перехватил ее правой, и на этот раз удержал. И можно было видеть, как по его лицу струится пот. Второй Матадорс сунулся было отвести Майера к врачу, но тот отшатнулся, разразившись бранью. «Не лезь! Пошло все к такой-то матери!» Еще дважды Майера предпринимал попытку, всякий раз попадая в кость. Здесь следует напомнить, что в любой момент он без особого риска или боли мог всадить шпагу в шею быку, мог проткнуть ему легкое, полоснуть по ереминой вене и тем самым гарантированно прикончить. Но его честь требовала, чтобы он убил быка между лопатками, как мужчина, нависая над выставленным рогом, наваливаясь на клинок телом. В шестой раз повторил удар, и сталь вошла между позвонками. Рог едва не пропорол ему брюшину, когда он подавался вперед. Затем Майера выпрямился и замер. Высокий, с совпавшими глазами, мокрый от пота, с прилипшей к колбу челкой, взглядом следя за тем, как бык шатается, теряет опору и валится на бок. Майера выдернул шпагу правой рукой, чтобы, как я полагаю, наказать ее. Затем переложил оружие в левую и, неся клинок острием вниз, направился к барере. Его ярость испарилась. Правое запястье отекло. Он думал о чем-то еще. Идти на перевязку отказался. Кто-то спросил его насчет запястья. Майера вскинул руку и, разглядывая ее, презрительно усмехнулся. «Слушай, тебе в больницу надо», — сказал один из бандельера. «Полежать там, подлечиться». Матадор перевел на него взгляд. Его не заботило запястье. Он думал о быке. «Да он бетонный», — сказал Майера. «Забетонированный сукин сын». Конец цитаты. Опытного, профессионального Тореро действительно можно сравнивать с фехтовальщиком. К примеру, вот как описывает Хемингуэй одного из сильнейших Тореро своего времени. Цитата. Марсиаль Лоланда. «Мастер техники, надежный, опытный, знающий истины Тореро. Он в силах справиться со всеми быками, с любым из них показать умелую стоящую работу. Он уверен в себе и спокоен. За девятилетнюю карьеру успел созреть и приобрести стойкость, начал получать удовольствие от этой работы, а вовсе не страх. Более универсального и технически грамотного Тореро не сыскать во всей Испании». Конец цитаты. Далее пишем три состояния, через которые проходит бык во время кориды, как три этапа фехтовального поединка. Цитата. По-испански они именуются «левантадо», «нападо» и «апломадо». В состоянии «левантадо», то есть в приподнято высокомерном, он находится сразу после появления из стариля. Голову держит высоко, бросается на любой предмет без особого прицеливания и в целом просто хочет разогнать врагов. Именно в этот период он наименее опасен для Тореро. И тот же может испробовать такие, например, пассы, как подразнивание плащом, широко откинутой левой рукой и стойки на обоих коленях. А когда подбежавший бык уронит голову, чтобы поддеть плащ, Тореро перекидывает его вправо, не меняя положение правой руки. И бык, который был готов проскочить слева от колена преклоненного человека, вместо этого проскакивает справа, следуя за плащом. Такой прием, называемый «камбио де родильес», невозможен, вернее, смертоубийственен, когда бык изранен и все сильнее, разворачиваясь в собственном могуществе, начинает целиться гораздо точнее, тем самым переходя из «левантадо» в «нападо». Когда бык в состоянии напада, он настороже и не столь прыток, он уже не бросается в атаку на любое движение, утратил иллюзии в собственной способности уничтожить или прогнать с арены любого, кто бросает ему вызов. И, получив ушат холодной воды по собственной задиристости, он, наконец, различает врага или видит приманку, которую враг представляет вместо собственного тела, и бросается в ту сторону, желая рвать и метать. Сейчас он целится, да и атакует, чуть ли не с места, без предварительной пробежки. Это можно сравнить с разницей между кавалерийской атакой, когда весь эффект строится на ударе кулаком, потрясении за счет массированного импульса, а уж как там поведут себя отдельные кавалеристы, дело десятое, и оборонительными действиями пехоты, ведущей беглый огонь по разоренным мишеням. Именно когда бык оказался в нападе, то есть замедленно до сих пор полон сил и воинственных намерений, Тореро способен продемонстрировать самую яркую работу. Он может предпринять те или иные суэрты, и здесь под суэрта понимаются любые приемы, носящие преднамеренный характер, в отличие от вынужденных действий во время самозащиты или из-за ранения. Невозможно и с быком, находящимся в Левантадо, так как бык, которого еще не окоротила боль, по-прежнему полон сил и самоуверенности, будет менее внимателен к маневрам Тореро. Все равно, что сесть за ломберный столик с человеком, которому это неинтересно, да и денег он никаких не поставил, правила не знает, словом, не дает играть. Либо взять в противники того, кто усваивал навязанные правила на собственной шкуре, через личные проигрыши, и вот сейчас, когда на кону его судьба и сама жизнь, он очень внимателен к игре и чужим правилам предельно серьезен. Тореро как раз и должен заставить быка играть, и именно он навязывает правила. А бык играть не хочет, только убивать. Апломадо – третье и последнее состояние, через которое проходит бык. Когда он в апломадо, это значит, его отяжелили. Он будто свинцом налился, как правило, успел выдохнуться. В том смысле, что сила-то осталась, а скорости никакой. Голова уже не поднята высоко. Он атакует, если его провоцируют. Но при этом дразнить его приходится все ближе и ближе. А все потому, что в этом состоянии бык не хочет атаковать, пока не будет уверен в поражении цели. Потому как и зрителю, и ему самому уже понятно, что все его потуги пошли прахом. Однако он все равно в высшей степени опасен. Обычно быка убивают именно в этом состоянии – в апломадо. Особенно в современной кориде. До такой степени он, кажется, измотан, зависит от интенсивности его атак, напикадоров и полученных ран, от количества пробегов за плащами, от того, насколько сильно бандерили и подорвали его задиристость, а также от того эффекта, который над ним возымела работа Тореро с мулетой. С практической точки зрения, все эти фазы были своего рода регулятором посадки его головы, замедлителем прыти, компенсатором тенденции к предпочтению того или иного рога. Если регулировка и тонкая настройка произведены правильно, бык достигает финальной стадии боя в следующем состоянии. Шайные мышцы утомлены, и поэтому голова не слишком высоко и не слишком низко. Подвижность упала более чем вдвое по сравнению с началом схватки. «Внимание приковано к предмету перед глазами и устранена предпочтительная склонность бодать каким-то одним рогом, в особенности правом». А теперь для большего понимания самой бычьей трагедии, как называет ее Хемингуэй, приведу вам подробности описания Кариды и ее этапов словами автора книги «Смерть после полудня». Цитата. «Бой с каждым из быков состоит из трех актов. Дословно они называются «три трети боя». Акт первый, то есть первый терсио, в котором бык бросается на пикадоров, именуется как «испытание пиками». Действия пикадоров на арене и та работа, которую ведет Матадор, кому вменено в обязанность защищать их своим плащом после спешивания, образуют собой содержание первого акта Кариды. Когда президент подаст сигнал об окончании этого акта и протрубит рожок, пикадоры покидают арену. Начинается акт второй. После первого акта на арене нет лошадей, если не считать убитых, которых накрывают презентом. Первый акт есть акт с плащами, пиками и лошадьми. В нем бык получает наибольшую возможность продемонстрировать свою свирепость или трусость. Акт второй выстроен вокруг бандерилий. Это палки длиной короче ярда, а если точнее, то с 17 сантиметров, с остальным гарпунообразным наконечником длиной 4 сантиметра. Их полагается вонзать парами в горбовидную мышцу на холке быка. Бандерилии нужны, чтобы завершить начатую пикадорами работу по утомлению быка и изменению посадки его головы. Обычно вонзают 4 пары бандерилий. Если это делается руками бандерилиера или пионами, то такая операция прежде всего должна выполняться быстро и с правильной позиции. Если же этим занимается сам матадор, он может позволить себе более обстоятельную подготовку под музыкальный аккомпанемент. Это самая живописная часть боя, именно она больше всего влечет к себе зрителя-новичка. Миссия бандерилиера заключается не только в том, чтобы уколами ослабить шейные мускулы и тем самым заставить быка опустить голову, но и убрать возможную склонность бодаться, преимущественно вправо или влево, вонзая бандерилии в ту же половину шеи. Весь этот акт не должен растягиваться за пределы пяти минут. В противном случае бык стервенеет, а сам бой утрачивает нужный ритм. Если же бык опасен и непредсказуем, у него появляется слишком много возможностей отомстить и атаковать кого угодно. Такой бык развивает в себе склонность охотиться на человека или тюк, как его зовут испанцы, за тканью, когда матадор выходит на последний акт со шпагой и мулетой. Президент меняет акт после вонзания трех, самое больше четырех пар бандерилий. Третьим и последним отделением является смерть. Третий терсио состоит из трех частей. Вначале следует бриндис или приветствие президенту, матадор посвящает быка ему или кому-то другому, после чего идет работа с мулетой. Мулета представляет собой алую ткань из саржи, которая висит на палке с острым шипом на одном конце и рукояткой на другом. Ткань насаживается так, чтобы свисать складками и крепиться возле рукояти барашковым винтом. В дословном переводе слово мулета означает «костыль», но в кориде оно относится к этой палке с алой саржей, которой матадор должен усмирить быка, подготовить его к убийству и, наконец, взяв мулету в левую руку, заставить быка опустить голову, после чего заколоть его ударом шпаги между лопатками. Таковы три акта бычьей трагедии. Первый терсио, лошадиный, дает понять, в чем состоит следующие два. Если на то пошло, именно он делает их возможными. В первом акте бык выходит на арену с полным запасом сил. Он уверен в себе, быстр, свиреп, настоящий конкистадор. Все его победы в первом акте. В конце первого акта он как бы торжествует, расчистил арену от всадников, владеет ею единолично. Во втором акте над ним глумится невооруженный человек. Бык получает чрезвычайно болезненные уколы, бандерилий и теряет самоуверенность. Его слепая ярость испаряется, и он сосредотачивает всю свою ненависть на индивидуальном объекте. В третьем акте ему противостоит человек-одиночка, который без посторонней помощи должен утвердить над ним свое превосходство с помощью тряпочки на палке и затем убить, спереди перегнувшись над правым рогом, погрузив шпагу в загривочную дугу между лопатками. Конец цитаты. Одна из линий неаполитанского стиля испанского фехтования, а именно линия чакио, имеет логическую модель плаща, того самого коридного плаща или мулеты. В фехтовании эта логическая модель является определенной формой элемента эшелонов поединка. Данная линия фехтования формируется комбинированием логических моделей плаща, а также хищной птицы, змеи и морского ежа. И корида была прекрасным тренажером для фехтовальщика с самого юного возраста и на протяжении 20, 30 или даже 40 лет. Так, корида всегда была значительной частью испанского фехтования, выполняя роль тренажера, учителя и экзаменатора. Цитата. Корида – единственный вид искусства, где артисту грозит гибель и где уровень гениальности выступления отдан на откуп личной чести Тореро. В Испании честь более чем реальна. Эта вещь именуется словом «пунданор». Одновременно честь, неподкупность, смелость, чувство собственного достоинства и гордость. Испанец обязан иметь пунданор, так что когда его уже не подпитывает это своеобразное, как кодекс воровской чести вера, мол, даже ежели захочу, горы сворочу, он уходит из профессии и этим же решением обретает личное достоинство в собственных глазах. Конец цитаты. Сноски. Первое. Корида. В современном церемониальном бои быков или Корида де Торос обычно участвуют шесть быков, которых убивают три человека. На каждого по два быка. По закону, быком должно быть от четырех до пяти лет, физические недостатки не допускаются, средства вооружения, рога острые. Животных перед боем осматривает муниципальный ветеринар. Ему предписано отбраковывать слишком молодых или недостаточно вооруженных бычков, да и вообще всех тех, у кого что-то не так со зрением или рогами, заметны болезненные симптомы или телесные недостатки, например, хромота. Люди, которые их убивают, именуются мотодорами, а какие именно быки им достаются, решает жребий. На каждого мотодора работает команда квадрилья из пяти-шести человек, исполняющих его приказы. Их труд он оплачивает из собственного кармана. Трое из этих людей, которые ассистируют ему пешими, подают плащи и по его отмашке втыкают бандерильи. Трехфутовые дротики с гарпунным наконечником, которые называются пионами или бандерильер. Остальные двое, которые работают на арене верхом, называются пикадорами. В самой Испании слово «тареадор» не в ходу. Это устаревший термин, и он относится к тем аристократам, которые до появления профессиональной кориды убивали быков из спортивного интереса, к тому же верхом. Любой, кто участвует в бои быков за деньги, будь то мотодор, бандерильера или пикадор, именуется тарера. Тот, кто убивает быка копьем, сидя в седле, чистокровной и специально обученной лошади, называется «рехонеадор» или «кабальеро де масса». На испанском «бой быков» называется «корида де торрес», дословно «бег быков». Арена именуется «пласа де торрес». Описание взято из книги Эрнеста Хемингуэя «Смерть после полудня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова